всем доброго дня сегодня я хотел бы вам представить видео предоставленное одним из наших подписчиков одним из начинающих бойцов алексеем и видео от него уже было и она тоже относилась к изготовлению собственного столба для тренировок а мы с вами знаем массу модификаций таких столбов это зависит и от боевого направления которые практикуют те или иные бойцы и от собственных предпочтений и так далее у нас были видео по этому поводу и обсуждения на этот счет и прочее и вот та модификация которая алексей предлагает мне кажется достойная интересная модификация кроме того в этом видео он дает несколько больше своих рекомендаций своих пояснений комментариев и так далее надеюсь что это видео будет интересным зрители канала маршал артсбг меня зовут алексей я занимаюсь тоже китайскими боевыми искусствами стиль журавля вот уровень совсем новичок и у меня возникла такая необходимость в изготовлении манекена для тренировок столба манекена вот я его сделал и хочу вам показать вам интересно будет увидеть что какие могут быть манекены какая у людей фантазия вот и расскажу подробно про него как его сделать где взять запчасти и если вам интересно будет сами делайте но прежде чем показать я вам расскажу немного о нем но прежде всего когда у меня возникла такая потребность я задумался о том какой должен быть разные манекены с твердыми руками неподвижными и с гибкими вот и я начал подумать о какой мне нужен ну подумав хорошенько я пришел к выводу значит манекен должен идеально подходить под мой рост под меня в общем удобен для меня должен быть это первое второе он должен решать как можно больше тренировочных задач ну и третье он должен быть долговечный вот ну и как по каким принципам я его делал первый принцип такой сама сама должен быть цилиндрические предметы это может быть любой металлический столб или деревянный столб или боксерская груша или ствол дерево в общем гу пера принцип это любой цилиндрический предмет второй принцип это должна одеваться такая платформа на этот предмет такая огибает его и закрепляться в любом нужном месте этого цилиндрического предмета и третий принцип у этой платформы должны быть такие плечи вот на которые сниматься одеваться будут насадки ну теперь я рассказал про него теперь я сейчас вам покажу и подробнее еще расскажу вот я вам как раз показываю мой манекен вот его руки руки в любом направлении посмотрите с этой стороны вот он болты регулировка происходит а теперь я расскажу значит смотрите что представляет мой манекен данный манекен сейчас не вкопан в землю он привязан к дереву ну потому что я еще не определился с местом установки его я изначально планирую вкопать землю поэтому привязал его к дереву высота его составляет 2 метра 20 сантиметров диаметр его 16 сантиметров вверх я тут заварил вот столб металлический и я говорил первый принцип это цилиндрический предмет должен быть вот у меня вот у меня был я его не покупал я его почистил от ржавчины заварил вверх он так дольше будет служить там не будет ржаветь ну и покрасил вот теперь и второй принципе я говорил это платформа металлическая у меня вот такая шинка выполняет роль верю на все на металломе нашел вот я ее обогнул вокруг столба прихватил чуть-чуть сваркой потом кувалл разогрел ее газосваркой и бил кувалдой пока не обогнул и потом вот тут вот я приварил перед этим я просверлил вот отверстия вот отверстия и приварил к ним гайки и вкрутил столбы значит для чего это надо для чего это надо если мы тут открутим сейчас откручу так вот если мы тут ослабим получается что моя платформа ходит свободно и получается что вот если я опустить так она подходит допустим ребенку малолетним если поднять она подойдет допустим двухметровому человеку высокого роста на таком где-то уровне вот так вот регулируется любой уровень который надо тренирующемуся этом благодаря этому он подходит для человека любого роста как ребенка такой двухметрового взрослого человека вот и мне даже вот для каких-то отдельных упражнений надо использовать допустим чтобы высоко было если надо допустим сесть пониже вот он у меня уже на уровне челюсти вот вот для этого вот это второй принцип платформы в качестве платформы если такую и на метроломе нашел и можно использовать вот в магазинах продается вот такая вот шинка она 5 сантиметров ширину можно также в ней просверлить заранее отверстие в дрелью обогнуть приварить и гайки потом приварить и будет она использует ворту роль платформы и такие плечи приварить так стоит такая шинка недорого где-то может 50 рублей метр может 70 вот достаточно одного метра для такого столба так сам стол я не покупал но в магазине наверно такой рублей 600 700 за метр на будет стоить нам надо три метра то есть один метр в глубину если в копать в землю 70 сантиметров метр в глубь а и должно быть сверху еще от земли быть где-то два метра 220 и того три метра получается каждый метр если по 700 рублей это получается 2000 на стоп на пусть до 500 округлим так вот так 2 500 теперь третий принцип я говорил это насадки руки сейчас я вам покажу вот они у меня руки значит плечи сделаны труба вот эта профильная квадратная получается на 30 на 30 миллиметров вот сверху на нее одевается такая квадратная тоже труба только 40 на 40 миллиметров тоже я в них просверлил два отверстия и гайки приварил к ним и вот этими гайками она регулируется по ширине в любом месте и снимается вот благодаря тому это вот это технологические они для тренировок не используются на них одеваются любые насадки и вот в том-то его и прелесть что он что можно использовать любые насадки какие фантазии есть и тренируешься какая фантазия есть такие насадки она может придумать но например вот это гибкие насадки да они гнутся а можно использовать твердые насадки неподвижные можно какие надо насадки такие сделать достаточно взять такую трубу профильную обрезать ее к ней приварить эту насадку и сделать отверстия гайки болтами и закреплять что очень удобно и можно какие надо насадки такие и принимать я сейчас расскажу про конкретно вот эти насадки значит это насадки значит я заказал в интернет магазине но есть в общем они в интернет магазинах цена их колеблется от 600 рублей от 500 там ну и до 1000 можно с доставкой за 800 рублей за одну такую называется она эспандер палка вообще это спортивный магазин бывает продаются как наборы со скакалкой с эспандерами такими вот что за спинами такими вот они гнутся вот вот это конкретно усилием 20 килограмм вот но и благодаря тому что он гнется как имитирует руки человека вот у меня одна такая была как раз набором для скакал скакалка вот там эспандеры вот это вот она давно лежала но я подумал хорошо бы из нее из него хорошая рука получится для столба и вторую столбу руку я купил на авито там за 400 рублей ну округлим я вот за 800 рублей видел округлим за 1000 рублей на такую руку даже присоокупимая стоимость болтов гаек там на дрель всяких и сверел и получается что 2000 еще вот и того получается значит столб 2 500 эти 2000 это 4 500 ну и за работу сварщику где-то еще тысячи две может быть но ты еще может 2000 за работу придется заплатить если сами не можете варить вот я сам не варить учился на сварщика так ну вот такие руки руки еще лучше хочу сказать они по длине вот если брать от середины сплачутся мы сама длина вот такой рукоятки 60 сантиметров но если к столбу прицепить то я начат веду отсчитываю от середины сплачутся получается вот если так вот просили не вот этот отрезок 45 сантиметров у меня рука если вот так вот замеритесь от этой части 53 сантиметра то есть на 10 сантиметров короче мои руки если я ладони буду работать получается и длинноватая а не для этого но в этом тоже плюс потому что они подходят для отдельных техник ну например чтобы на такой длинной руке работать допустим я имитирую блок допустим и удар да но все равно я в него блок удар я в него упираюсь он упирается это меня заставляет использовать вторую руку то есть я блок будет так какие особенности еще работы руку то есть первое я сказал это то что руки длинные приходится параллельно использовать вторую руку другая такая особенность это вот допустим если значит такие руки они возвращаются и возвращаются где на меньше сопротивления то есть если я допустим рукой она меня бьет получается да это не заставляет использовать какую-то руку перпендикулярно ему вот такая особенность если рука перпендикулярно то она не соскакивать а если чуть-чуть ее согнуть вторая особенность приходится кисть загибать вот он так заставляет немножко я сейчас покажу как я на нем работаю в одну уровень я чё как умею так покажу вот стиль байкет с вами так 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 вот еще у меня такой расскажу про недостаток он у меня металлический ну и травмирует руки так сказать приходится к ладоню работать или совсем чуть-чуть поэтому надо его обмотать тряпкой но так как он у меня не под крышей открыт для дождя поэтому приходится надо мне будет придумать быстро такие нам съемные эти тряпочные насадки и сюда на стол и на этот на ремнях там на руки что-то надо будет придумать вот для тех кто занимается венчунь стилем можно еще одну так и нуждается в третьей руке не ждать ниже да две тут и третья снизу сюда вот можно еще сделать еще одну такую платформу тоже придумать такую плечо и на него тоже заказать можно также еще одну платформу с ногой придумать тоже с такой на ней уже можно будет отрабатывать и подсечки вот ну что еще хочу сказать про этот манекен значит он еще подойдет для спортсменов таких как боксеры и боксеры в качестве партнера который держит лапы ну вот я читал как-то книгу одну и там автор рассказывает что у него друг значит тренировал один удар вот этот крюк боковой и привязывал клюшку к дереву там или к чему-то там и к лапу к этой клюшке и так тренировал удар ну тут можно привязать лапу тоже к одной из этих рук вторую руку снимать ну и отрабатывать боковые удары боковые удары вот что еще хочу еще можно вот такой вот у меня идея в начале было сделать ну чтобы вот эти руки не снимались а они урегулируются вниз вверх там потом подумал что раз тут они снимаются то зачем изгаляться проще насадку сделать какую мне надо вот и у меня еще идея такая есть вот сделать такую насадку вот сейчас вот руки да перпендикулярно этому столбу а можно сделать насадку чтобы они не перпендикулярно допустим а вот под 45 градусов или ближе к столбу да и получается что имитирует человека который держит вот так вот руки и на нем можно отрабатывать сбивы сбивы вот такой защиты которые принять и венчуни в других стилях что будет тоже очень удобно вот ну еще хочу себе сделать тоже насадку которая будет короче значит и какие плюсы в общем этого манекена значит он регулируется ход человека по какой рост человека вот эта платформа поднимается и ему будет удобно поднимается и опускается это первое во вторых он решает много тренировочных задач то есть не надо иметь манекен с твердыми руками с гибкими отдельно еще с какими-то с короткими длинными все в одном манекене просто руки насадки изготавливает тренирующиеся какие ему надо и сменяет их зависимости от конкретных его предпочтений и задачи вот это второй такой плюс манекена ну по цене такой манекен выходит где-то 6 тысяч себестоимости если нанимать варшину где-то 2500 столб 2400 2500 получается в качестве столба может быть и и вот сейчас у меня металлический может быть деревянный стул может быть используется боксерская груша тоже маленькая небольшая допустим грушка продается такая меньше метра в высоту тоже такая же платформа делается изгибается и шурупчики но убираются не в ну досточки надо подкладывать чтобы не продыряли в грушу ну и можно такую грушу брать в зал допустим на тренировке вешать на шведскую стенку там или еще куда еще я хотел добавить сейчас пойдем вот кто живет в частных домах того и есть какие на действия и столбы и в качестве столба значит это можно не тратиться на суп чтобы его покупать а вот такой столб использовать чтобы прохода не мешал после тренировок задирать эту платформу повыше и будет она также используется вот можно грушу боксерскую тоже так вот шинку огни облить взять такую грушу в стенке привязать допустим как-то будет тоже на эту шинку потом надевать на эту форму руки так еще я хотел сказать а сейчас еще секундочку сейчас табуретку принесу покажу вот значит кто живет в квартире и у кого нет возможности допустим сделать такой манекен можно взять обычную табуретку ножки тут откручиваются снимаются можно отпилить ножки и привязать вот такие вот руки привязывать такие надо руки так еще есть деревья столб дерева подойдет тоже для такой платформы можно придумать вот у меня одна ветка есть ветка это имитирует тоже как можно сравнить манекен с рукой с такой имитирует удар палкой по голове ну тоже можно использовать для тренировок вот в принципе в принципе я все рассказал про этот манекен он удобный удобный подстраивается под любого человека любого роста как взрослого двухметрового дядечку так и маленького ребенка по росту вот что удобно в залах использовать он многофункциональный позволяет использовать много тренировочных задач благодаря тому что руки с ним сменяются насадки ну вот это вот плюсы моего манекена вот кому понравится делайте такой манекен не пожалеете вот 6500 себестоимость его получается ну примерно я так грубо сказал может быть даже наименьше будет кто сможет варить тот сам себе делает кто нет тот наймет сварщика ну все надеюсь вам понравилось данное видео до свидания ну и теперь буквально несколько слов от меня которые я хотел бы добавить к просмотренному видео смотрите с одной стороны вы верно заметили что когда вы ставите свою руку перпендикулярно муляжу руки вашего столба тогда конечно да вы совершенно легко ее выдавливаете в нужную вам сторону все правильно тут небольшая загвоздка есть во-первых в реальной ситуации мало когда вы соблюдете такой угол это первое второе в реальной ситуации руки вашего противника будут располагаться по отношению к вам под любым углом не под 90 градусов а под любым углом следовательно исходя из того что вы предложили вам придется постоянно менять угол собственной руки чтобы соблюдать вот эти вот 90 градусов это перпендикуляр между собственной рукой собственным предплечьем и рукой противника это не очень похоже на универсальные решения боевых искусств а решения в нашем деле именно универсальные очень хорошо что вы думаете очень хорошо что вы делаете собственные выводы это очень правильно это и есть путь бойца и то что ваше рассуждение вас увели немножко в сторону и почему я сейчас уже пояснил это тоже в принципе совершенно нормально потому что вы руководствуетесь в данный момент не буквально обучением да все таки фактически сами идете по этому пути не очень часто обращаясь там к урокам да смотрите сейчас вот конкретно по положению руки значит нет на самом деле ваше предплечье должно быть наклонено по отношению к вашему противнику какой это угол это зависит как раз от ситуации и от позиции руки противника в этот конкретный момент почему значит ваша рука первоначально при контакте с рукой противника занимает некое универсальное положение как я уже сказал несколько наклонное по отношению к нему ваше предплечье вот этой мягкой стороной контактирует с там рукой противника в любом месте руки противника или ноги противника и нам нужен не нам нужно не 90 градусов для того чтобы выдавить руку противника нам нужен именно какой-то угол какой еще раз какой вначале вообще все равно и этот угол корректируется уже когда вы получили контакт и когда вы начали выдавливать руку противника это называется приклеивание вообще принципиально идея заключается в том чтобы не предплечьем держать давление а давление может быть большим достаточно может быть мощный увесистый удар какой-то или там серии ударов и вот таким вот образом держать или тем более вот таким вот образом под 90 градусов держать это неудобно это тяжело это можно но это тяжело просто мы же бойцы с вами мы должны думать о том как все это сделать максимально эффективно не напрягаясь как говорится и вот смотрите вот такой вот угол руки уже представляет собой некий рычаг вот поэтому такого рода защиты ну работает плоховато мы как раз хорошо такие вещи наблюдаем в кудо в боксе вообще в любом под боксе и пост карате когда вот такого рода защиты тут же просто проходит все это в голову да она гнется у нас мнется такая защита удары всех в голове в итоге оказывается и так далее и это не работает работает вот это когда рука противника которую вы выдавливаете да как вот на моих уроках там когда на столбе например я показываю что-то да это видно рука которую вы выдавливаете она просто скатывается к вашему локту теряя на этом силу а вы эту силу только наращиваете благодаря чему благодаря тому что вот этот рычаг перестает быть рычагом по мере приближения к вашему локту значит если здесь вот легко замять ну относительно легко замять вашу руку вот в этой области да рычаг плечо рычага достаточно большой да вот в этом уже сложнее в этой части еще сложнее в этой совсем сложно и вот представьте себе мощный удар который вы легко ловите практически на уровне собственного запястья да просто выставив руку на пути любого удара да так что удар предплечьем оказывается на вашем предплечье ну практически на вашем запястье и постепенно начинает скатываться к вашему локтю и вам это легко вот представьте себе насколько тяжело становится противнику настолько же легко становится вам это вот физика типичная которая используется в боевых искусствах так вот именно таким образом именно вот этой частью вот под таким примерно углом вы и мнете руки противника сами выходя даже может быть набьющие руки противника может быть когда собственно атака еще даже не начала развиваться вы просто сами выходите туда да и заминаете эти руки противника в ту сторону которая вам выгодна кроме того еще какие бонусы мы здесь получаем ваша рука по мере скатывания руки противника к вашему локту оказывается внутри его обороны практически на всю длину вашего предплечья вам не надо ничего делать дальше вам очень легко дальше атаковать вашего противника этой же рукой которой вы защищались в этом еще один бонус очень важный это то о чем я неоднократно говорю что в нашей работе чаще всего одна рука которая представляет собой две или иногда три рабочие поверхности но в данном случае я говорю о двух рабочих поверхностях о предплечье по которому скатывается рука противника и о кисти вашей руки которая практически в это же время его атакует у вас одновременно две рабочие поверхности работают причем как какой рабочей поверхности вы будете атаковать это ваше дело может быть ребро ладони может быть костяшки кулака может быть дно кулака пустота modulus может быть, там какая-то фаланга, там пальца какого-то, не имеет значения, это от вас зависит. Теперь по поводу того безосновательного страха, что рука противника окажется где-то в вашем корпусе, не окажется. Вот этот принцип приклеивания, о котором я говорю, именно благодаря ему вы меняете и угол вашего предплечья, и выполняете ситуацию, при которой рука, скатываясь к вам, он вами же фиксируется за счет ощущения, четкого ощущения этого контакта и изменения этого угла. То есть, в принципе, в последний момент, если вам нужно, вы можете его поменять на 90 градусов или на любой другой, но 90 я бы не советовал, а вот все-таки там под небольшим углом, это самое оно, не скатится к вам рука, не коснется, даже если она вооружена ножом, я не знаю, чем-то еще и так далее. Ну, если вы, конечно, над этим поработаете. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, присылать на канал подобные видео. Связаться со мной можно любым способом, обозначенным в описании к каждому видео, через Facebook, Telegram, через почту. И если желаете поделиться своими модификациями, того или иного оборудования, которое помогает вам в тренировках, я думаю, все сообщество бойцов, представленных на этом канале, будет этому рады. Счастливо, до следующих видео.